здравствуйте дорогие друзья все кто так или иначе причастен к организации к участию и всему что связано с мероприятием под названием волшебный фонарь с фестивалем кинофестивалем детско-юношеским фестивалем волшебный фонарь и я сегодня хочу вам рассказать даже не рассказать а так скажем посоветоваться что ли с вами поделиться своим мнением по поводу того как делать так называемую заставку к фестивалю вы друзья знаете уже наверное многие из вас что символ на сегодняшний день и надеюсь может быть и навсегда символ фестиваля волшебный фонарь это код о чем мы еще поговорим поэтому я заранее хочу вам сказать чтобы не удивлялись если вдруг ко мне запрыгнет прям вот сюда куда-нибудь на колени или выше на подлокотник кресло код он правда будет не очень похож на того рыжего красавца который существует сейчас но не удивляйтесь пожалуйста нас ведь вообще все что связано с фестивалем это такие некоторые чудеса чудеса жизненные чудеса прямо сказочные так вот то что же такое заставка еще знаете в старину от лет 50 надо говорили марка или логотип это довольно современное слово логотип ну так вот речь идет простой достаточно вещи то есть о то визуальном скажем таком позывном который у нас ассоциируется именно с фестивалем или вот те примеры которые я приведу они будут связаны с киностудиями но в общем это родственное явление то есть какая-то картинка иногда неподвижная иногда движущаяся а порой еще и сопровождающаяся звуковым каким-то элементом вот все это мы называть заставка для чего она нужна для того чтобы мы ассоциировали для себя вот это самое мероприятие фестиваль это нечто коллективное безусловно нечто наполненное множеством событий но самое главное там есть какой-то творческий результат ради этого творческого результата и начинается это все организуется постелать чтобы посмотреть чтобы обсудить чтобы вынести наконец справедливое и радостное для участников решения о том кого мы награждаем просто потому что они молодцы по жизни кого-то мы награждаем за то что они молодцы чуть больше чем просто по жизни и так далее так далее вот до самых главных молодцов которые проявили себя но как-то на него и невероятно творчески невероятно замечательно а вот примеры которые хочу привести чтобы вы примерно представляли что же такое заставка классическом понимании да будет подойдем так скажем прямо даже стал киновических киноархивно даже не побоюсь этого слова то есть как какие есть классические примеры и начнем мы конечно самых известных вам с детства который вас для большинства из вас еще продолжается еще может быть долго продолжаться это вот заставки знаменитой киностудии американских киностудий или голливудовских киностудий наверное в связи с волшебным фонарем одна из ближайших аналогий ближайших примеров это конечно диснеевская студия где мы видим прекрасный замок волшебные сказки не просто из сказки какой-то старинной а из всего что для нас ассоциируется с диснеевским кино мультипликации особенно да когда-то этот замок был довольно таки просто нарисован такой белый такой силуэт замка уже лет двадцать даже больше наверное есть компьютерный вариант этой заставки где не просто мы видим этот замок а как мы его видим вы наверное представляете да мы сначала видим с высоты птичьего полета шпиль над этим самым замком на нем развивается прекрасный флаг какой-то потом камера медленно начать опускаться пить как бы по воздуху и мы видим весь этот замок такой так называемый вертикальный панораме вниз идет и мы видим как где-то там вдалеке много-много всяких ландшафтных элементов поезда там вот и вот и мой обещанный сюрприз друзья я надеюсь его видно мой сюрприз вот это это правда не он а она но тем не менее все-таки семейство кошачьих вот этот представитель семейства кошачьих почувствовал что фестиваль то у нас с котами тоже связан петербургскими котами кошка это кошка ну ладно когда она соизволит она исчезнет из кадра но я буду продолжать говорить вот значит мы видим прекрасную панораму вертикальную панораму диснеевского замка но этого мало опускается к воде к прекрасному какому-то водоема и еще так скользит над водой вот это все под музыку прекрасный такой проигрыш так называемый джингл можно так его назвать звуковой какой-то элемент вот это все мы сразу представляем когда речь идет о киностудии диснея или более новая студия история не такая дальняя как диснеевской студии это dreamworks тоже вам хорошо думаю знакомая у dreamworks но около четверти века это киностудия она тоже специализируется во многом на анимации преимущественно даже на мультипликации сразу вспоминается шрековская серия другие произведения хотя кстати и тем не менее такой легендарный исторический боевик как гладиатор тоже снят на dreamworks там совместно dreamworks и universal неважно вот у dreamworks вы помните тоже там сначала такая как бы вертикальная панорама идет потом чуть-чуть как бы мы движемся уже горизонтально среди облаков появляется некий мальчик сказочный который вывод рыбу в небесном океане забрасывает свою удочку такая вот простая короткая и тоже запоминающаяся заставка не буду перечислять сейчас все знаменитые голливудовские так называемые взрослые студии в общем это все достаточно понятно теперь приведем пример из нашего советского когда-то теперь российского кинематографа а вот здесь тоже интересный момент связан с тем что не обязательно заставка должна быть нарисована или компьютерная теперь да или там еще какая-то не нет кино не кино когда заставка такая вот рукотворная близко к мультипликации не обязательно почему потому что тут прекрасный пример на мой взгляд это такая заставка к легендарной фильмом легендарной киностудии лена уч фильм это кстати важный момент знать об этой студии друзья потому что хотя в общем то она уже теперь пример исторически ее продукция фактически сейчас она не работает уж всяко в том виде как в каком она была полвека назад или еще даже 30 лет назад а сложились исторические обстоятельства что она получается выполнила свою основную миссию советское время это была одна из ведущих киностудий которые которая занималась популяризации знаний исторических научных всяких отсюда и название лена научки не надо думать что это только для взрослых что называется какая-то информация дети подростки школьники юношество все в основном даже для них эта продукция предназначалась обучающий элемент был очень важен и вот какая была заставка сейчас мы на нее посмотрим и прокомментируем вот что мы сейчас увидели мы увидели скорее такую кино заставку наверное с небольшим почти неуловимым элементом мультипликации но на мой взгляд это скорее такая тройная экспозиция так назвал те из вас тоже изучают операторскую работу да вы знаете что бывают как совмещение двух изображений одно на другое накладывается но бывает и три изображения накладывающиеся одно на другое тогда вот как раз и примером таким и будет вот заставка лена учфильма мы видим надпись лена учфильм мы видим значит знакомую конечно всем нам просто расстральную колонну снятую кино как съемку колонны да ну и с полыхающим верхом вот этим вот когда по особым случаям праздником включают включают зажигают этот газ который поступает наверх получается мощный гигантский прекрасный факел значит горящий да но на заднем плане третий элемент это огромный силуэт земли земли которая медленно величественно вращается и все это складывается в единое целое вот это самая простая заставка вроде бы до простая на нынешний взгляд но очень запоминающая тем более что вот для вас был как раз пример того что не только ленфильм у нас ассоциируется с кино нашего города да заставка ленфильма которую так любовно кинематографист называют лошадкой знаменитый значит изображение знаменитого медного всадника и два перекрещивающихся прожектора на заднем плане вот это самый известный логотип а вот лена учфим к сожалению начали забывать вот эту заставку она ведь не менее интересно сделанная на мой взгляд она даже более изощренно так и необычно создана но это уже исторический пример поэтому те из вас кто захочет предложить свой вариант заставки для фестиваля волшебный фонарь подумайте над разными вариантами воплощения это может быть именно анимация может быть нарисована может быть компьютерным но может быть и кинозаставка которая сделана может быть не обязательно опять-таки двойная тройная экспозиция может быть простой какой-то элемент главное это подойти так чтобы мы понимали главную идею главную задачу самого фестиваля в чем эта задача опять-таки чуть позже вам скажу еще несколько примеров приведу из нашего советского самого советского прошлого кинематографического славного кинематографического прошлого зачем кроме славного нам не не о чем говорить и вот здесь как раз совсем можно сказать детские детско-юношеские примеры это заставка я думаю к любимому вами по-прежнему киножурналу гиралаш гиралаш это казалось бы абсолютно веселье развлечения хотя как вы понимаете всегда есть какой-то элемент назидательности даже я бы сказал поучительности в хорошем смысле в этих историях веселых что такое гиралаш веселая история экран расскажет наш веселые истории в журнале гиралаш и вот там заставка очень простая да когда чистая мультипликация рисована старая добрая рисованная мультипликация появляется веселый мальчишка разворачиваются эти из клубка букв разворачивается надпись гиралаш ну и конечно джингу вот опять таки это слово повторяем джингу то есть звуковой элемент несколько нот и небольшой проигрыш который для нас тоже ассоциируется именно с гиралашем в данном случае кстати те примеры которые я приводил чуть раньше вот эти наши примеры леннаучфильм ленфильм они без звукового сопровождения так сложилось вообще почти все заставки киностудиям советским и нынешним они наши российские без звукового элемента кроме одного кстати и это важно наверное тоже момент это такая тоже ставшего скорее достоянием прошлого советского прошлого это одесская киностудия те из вас кто хотя бы раз что когда-то смотрели фильм одесской киностудии вы помните надеюсь что там как раз был звуковой элемент это так называемый звук удара в колокол морской а не просто кораблик появляется кораблик с надписью одесской киностудии но при этом вот это динь-динь звучит вот это незабываемый очень важный неотъемлемый элемент почему неотъемлем почему важно в том числе и к заставке фестиваля придумать какой-то звуковой элемент желательно по крайней мере шансов на победу в этом конкурсе сразу больше становится потому что в таком случае даже не обязательно видеть заставку конечно интересно и важно видеть но если вы находитесь в другой комнате или отвернулись от экрана но вы слышите эту замечательную заставку которая может быть еще будет которая еще может будет придумана сразу станет ясно что речь идет именно о фестивале волшебный фонарь и еще один пример друзья приведу тоже советского научно-популярного прошлого киношного тоже для детей для юношества это был такой кино журнал кино журнал под названием хочу все знать о чем все знать ваши родители в любом случае должны должны знать про хочу все это был такой периодически снимающийся продолжающийся сериал образовательный ну и немножко развлекательные для школьника в основном и у него была замечательная заставка мультипликационно вы ее без труда не то что найдете вы ее сейчас увидите вот вот эта самая заставка прекрасно сделанная и запоминающаяся где мальчик на ракете прилетает значит и раскалывает этот замечательный огромный грецкий орех грецкий орех как символ некой мудрости никого большого содержимого важного этот самая речь вот он стукает значит большим молотком раз другой из третьего раза он раскалывает такие орех из него появляется надпись хочу все знать при этом мы видимые звуковое слышим звуковое сопровождение это замечательная музыка тоже там еще здесь работает я надеюсь друзья если вы впервые узнали об этом киножурнале сможете найти посмотреть не обязательно прямо все смотреть подряд но некоторые примеры для вас будут очень интересны по крайней мере вы увидите как образовывали как обучали просвещали ваших родителей даже не только родители но и их родители потому что этому киножурналу более полувека и он состоял из нескольких маленьких историй там допустим как изобретен телефон потом значит что такое водород и какой-нибудь третий сюжет обычно 3 вот это все вместе складывалось ассоциировано с названием хочу все знать я надеюсь эти примеры которые я привел они будут вам полезны потому что ведь содержание программы волшебного фонаря она как раз во многом связано из научно-популярной деятельностью из образовательной каких только там нет у вас будет целый большой спектр такой выбор конкурсных направлений так или иначе это все равно будет связано не с чистым развлечением конечно мы хотим развлечься мы хотим увидеть узнать что-то такое что нас ты развлечет повеселит но значительная часть программы как вы знаете уже наверное узнаете значительная часть программы волшебного фонаря это все-таки некий элемент некая составная дающая нам что-то новое мы этого не знали а теперь мы это узнаем не просто узнали что-то нас как-то обогатило это нас дополнило наш внутренний мир красивые слова ну и конечно вы либо уже видели либо увидите благодаря интернету в том числе на нашему вот этому выпуску который сейчас смотрите сейчас вы увидите ту заставку волшебного фонаря которая уже есть вот ваша цель создать произведение создать заставку которая может достанет конкурентом для этой нынешней заставки которая была в предыдущие годы давайте на нее посмотрим вот такая заставка которая есть все необходимые элементы которые я уже сегодня перечислял она практически полностью она сделана с помощью ну компьютерных технологий да скажем так это компьютерный мультфильм который в котором есть действие в котором есть я бы даже знал грамотургия что очень важно и этого же ждут от вас организаторы этого конкурса ждут от вас не только красивой картинки не только впечатляющего звука и музыкального сопровождения чтобы здесь был какой-то элемент именно драматургический а что такое драматургия это умение рассказать историю в которой есть какое-то начало в котором есть какое-то развитие есть некое окончание вот на данный момент в заставке волшебного фонаря очень важен тот момент что не просто фонарь волшебный да их появляется много то есть на этом волшебном дереве которая поливает значит кот из лейки вот этот самый рыжий красавец который мы уже упоминали сначала вырастает само дерево потом появляется золотая цепь отсылающая на нас творчество Александра Сергеевича Пушкина вообще к классической культуре не только литературе к классической культуре 19 и 20 да и теперь уже 21 века но дальше что происходит мы видим как после того как ухаживают за этим деревом кот вырастают уже не один а много фонариков это вы друзья это ваши произведения в том числе ваши заставки которые вы нам предложите на конкурс вот такая на сегодняшний день аудиоизуальная и зрительная и звуковая заставка попробуйте придумать свой вариант попробуйте может быть совершенно по-другому подойти к этому изображению но главное чтобы был оставался все тот же смысл и конечно этот код этот код то уже на мой взгляд вот лично мой зрительский взгляд это очень важный персонаж потому что фонарь это все-таки предмет кто-то этот фонарь несет кто-то этот фонарь зажигает да вот этот наш код есть проводник в мир искусства в мир культуры которому привык приобщаетесь теперь и вы друзья благодаря нашему кинофестивалю спасибо